здравствуйте дорогие друзья мы с вами продолжаем курс лекций по литературе меня зовут никита и сегодня мы снова докажем очевидную истину пушкин это наше все это действительно один из лучших писателей и поэтов россии сегодня мы познакомимся с особенностями его творчества хотя конечно же мы постоянно говорим о нем в каждом классе да то есть пушкин сопровождает вас самых малых лет например в шестом классе мы говорили о некоторых его стихотворениях о романе дубровский а сегодня мы поговорим о поэме медный всадник о некоторых других стихотворениях например зимний вечер и во глубине сибирских руд мы говорили о том как пушкин провел свою жизнь какой она была как он учился в царскосельском лицее да то есть откуда он вынес так сказать множество важных истин и приобрел много друзей которые сопровождали его по всей жизни основными особенностями творчества были следующие пушкин чрезвычайно любил осень и любил писать осенью очень много произведений написаны именно в эту пору есть даже стихотворение где он подчеркивает как осень влияет на него и порой чем осень так сказать яростнее чем она так сказать пасмурней да и хуже тем лучше для поэта он сидит у себя дома и творит пишет множество стихотворений поэм порой писать он мог целыми днями как только на пушкина хлынула так сказать всем потоком вдохновения он не мог оторваться бывало такое что он вскакивал посреди ночи и в потьмах пытался записать то что пришло ему на ум он в уме проигрывал целые произведения на скорях бежал чтобы перекусить а потом снова возвращался чтобы дописать что-то важное много внимания он уделял отделки произведения это очень важный этап то есть мы теперь имеем возможность к счастью да например сравнивать черновики пушкина с тем что в итоге получилось и многие исследователи это делают и они приходят к выводу что многое из того что изначально замышлял поэт она тщательно вымарывалась и просто до каждого точного слова как говорил николай васильевич гоголь который кстати многим обязан александру сергеевичу именно пушкин подсказал ему идеи произведений например ревизоры мертвые души это одни лучших произведений гоголя гоголь писал следующее слов немного но они так точны действительно пушкин не писал огромных масштабных произведений по типу например войны и мир льва николаевича толстого но даже в небольших произведениях он так точно умел подчеркнуть деталь что диву даешься ну и проявил себя он в самых разных жанрах в детстве мы знакомимся с его сказками сказка царе салтане сказка рыбаки и рыбки мы читаем его многочисленные стихотворения о природе о любви вольнолюбивые стихотворения где он пытается выступать против самодержавной власти и так далее он писал поэмы полтава медный всадник сказочная поэма руслана людмила он писал повести например повести покойного ивана петровича белкина типа выстрел барышня крестьянка он писал романы роман дубровский капитанская дочка причем многие произведения он уделял внимание исторической тематике также капитанская дочка или например поэма полтава кроме того ему принадлежит и роман в стихах евгений онегин это удивительный жанр не так часто мы встречаем именно такие произведения вот так пушкин разноплановый конечно же человек и сегодня мы поговорим о поэме медный всадник эта поэма написанная в болгинскую осень 1833 года в период уже зрелого творчества пушкина поднимает тему маленького человека мы говорили о том что тема маленького человека будет важной в русской литературе для многих писателей помимо пушкина это гоголь достоевский и поэма рассказывает о маленьком человеке евгений и его судьбе на фоне наводнения в петербурге которое действительно было и из достоверных источников мы конечно же это можем знать даже прогуливаясь по петербургу мы видим на некоторых домах отметины где был уровень воды в тот год в общем а почему называется поэма именно медный всадник медный всадник это статуя петра первого ну и когда вы полностью прочитаете эту поэму вы поймете что имеется в виду а мы обратим внимание только на вступление на берегу пустынных волн стоял он дум великих полн и вдаль глядел пред ним широко река неслася бедный челн по ней стремился одиноко по мшистым топким берегам чернили избы здесь и там приют убогого чухонца и лес неведомый лучам в тумане спрятанного солнца кругом шумел и думал от сель грозить мы будем шведу здесь будет город заложен на зло надменному соседу природой здесь нам суждено в европу прорубить окно ногою твердой стать приморье сюда по новым им волнам все флаги в гости будут к нам и запируем на просторе прошло сто лет и юный град полночных стран краса и дива и стимы лесов и топе блат вознесся пышно корделиво где прежде финский рыболов печальный пасынок природы один у низких берегов бросал в неведомые воды свой ветхий невод ныне там по оживленным берегам громады стройные теснятся дворцов и башен корабли толпой со всех концов земли к богатым пристаням стремятся в гранит оделась анева мосты повисли над водами темно-зелеными садами ее оделись острова и перед младшею царицей померкла старая москва как перед новою царицы парфироносная вдова вот такое вступление этой поэмы ну а конечно же дальше там будут развиваться удивительные действия и вы можете с этим познакомиться самостоятельно приятного прочтения следующее стихотворение о котором мы будем говорить это произведение зимний вечер вы наверняка уже учили или знакомились со стихотворением зимнее утро зимнее утро и такое можно сказать неофициальное продолжение замыслил ли пушкина это как некую диалогию то есть то что состоит из двух частей или это просто отдельное стихотворение мы не знаем но вот стихотворение зимний вечер с которым мы конечно же познакомимся буря мглою небо кроет вихри снежные крутя то как зверя назову это заплачет как дитя вдруг соломой то по кровле обветшалой вдруг соломой зашумит то как путник запоздалый к нам в окошко застучит наша ветхая лачушка и печально и темна что же ты моя старушка приумолкла у окна или бури завыванием ты мой друг утомлена или дремлешь под жужжанием своего веретена выпьем добрая подружка бедной юности моей выпьем с горя где же кружка сердцу будет веселей спой мне песню как синица тихо за морем жила спой мне песню как девица за водой по утру шла буря мглою небо кроет вихри снежные крутя то как зверя назову это то заплачет как дитя выпьем добрая подружка бедной юности моей выпьем с горя где же кружка сердцу будет веселей какие же художественные средства помогают автору создать такой удивительный образ да удивительный образ стихи удивительный образ дома где так уютно так тепло а кто же эта добрая подружка милая старушка который говорит лирический герой конечно же это образ няни арины радионовны которая рассказывала пушкину многочисленные сказки и он запомнив их позднее переработал и теперь мы знаем о царе салтане рыбаке и рыбке о многом другом и так какие здесь художественные средства мы наблюдаем ну во первых это эпитеты красочные художественные определения лачушка печальная темна добрая подружка бедной юности это и олицетворение здесь опять же как во многих стихотворениях оживляется природа да буря и завоет и заплачет да то есть буря подобно такому же человеку да то есть только разъяренному свирепому это и сравнение опять же по отношению к буря да завоет как зверь заплачет как дитя то есть это разные настроения этой стихии есть даже и метафора под жужжанием своего веретена да то есть веретено и звук его сравнивается с жужжанием которое свойственно скорее пчелам или осам и так ну а еще одно такое художественное средство важное это а изобилие риторических вопросов да то есть он постоянно обращается к вот этой своей доброй подружки да то есть бедной юности моей выпьем с горя где же кружка да то есть он спрашивает почему она так скучает или томится или грустит следующее стихотворение это стихотворение во глубине сибирских руд это стихотворение написанная декабристом которые были отправлены в себе а восстание декабристом вы конечно же познакомитесь на уроках истории надо сказать что к декабрьскому восстанию какое-то отношение имел все-таки и пушкин там были многие люди которые были ему знакомы с которыми он общался и и он после того как их осудили их лишили всех званий и привилегий и отправили в сибирь пушкин написал им стихотворение которое должно было морально их поддержать во глубине сибирских руд во глубине сибирских руд храните гордое терпение не пропадет ваш скорбный труд и дум высокое стремление несчастью верная сестра надежда в мрачном подземелье разбудит бодрость и веселье придет желанная пора любовь и дружество до вас дойдут сквозь мрачные затворы как в ваши каторжные норы доходит мой свободный глаз оковы тяжкие падут темницы рухнут и свобода воспримет радостно у входа и братья меч вам отдадут здесь особенно в последних строчках выражена надежда на скорую скорое освобождение декабристов кстати говоря кто то возможно посчитает что стихотворение пушкина революционное так как он в конце говорит о таком своего рода мече революции да нет конечно пушкин имеет ввиду атрибуты дворянства атрибут дворянства это меч это многие другие вещи то есть возвращение меча это возвращение ваших привилегий возвращение вашего титула и возвращение вашей свободы а не какое революционное выступление вот мы с вами сегодня и познакомились с таким многообразным творчеством александра сергеевича пушкина рекомендую вам обратиться к его творчеству и прочитать многие его стихотворения и поэмы на этом наш урок завершен большое спасибо за внимание до свидания